Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 962. События дня. Серахов, 7.39. «Во всех делах Твоих помни о конце Твоем, и вовек не согрешишь» за 4 августа 2017 года. Балишан пишет «Здравствуйте, Игнатий Тихонович! «У вас есть семья, у которой умерла мама. Вы снимали ролик недавно. Можно вам отправить денежку, а вы им передадите или поможете, в чем они нуждаются», – отвечает Галина Загуляева. Помощь можете направить на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 7-906-968-6306. Галина Александровна Загуляева. Это моя карта. «Община доверила мне собирать и хранить эти средства. Расходуются средства на те или иные нужды детей по благословению батюшки, отца Якима Лапкина. По совету Лапкина Игнатия Тихоновича и нашего врача Яковлева Виктора Андреевича». Балишан пишет «Номер карты есть? А то я отправляю с другого банка, не Сбербанк». Тут я ничего не ответил. Галини отослал. «Юрий Соболев. Сергея Горохова пришлось удалить. Залил за сегодня своими подыскиваниями и бедузержной богословской диареей весь мой мир». «Мир вам, Игнатий Тихонович». Интересно, как она на меня находит, какие-то такие добрые показывают себя, как бы в доверие входят. «Ну, я же не вижу, не знаю. О, как огня боятся скайпа. Тут уже всё понятно. Лицо не показать. А там какой-нибудь шпанёнок балуется. В интернете можно всё найти. Он услышал пруды. Он про пруды. Про квас. Он квас. Что угодно можно найти. Тогда надо было в библиотеках искать книгу, узнать где. А сейчас только слово заряди. И поэтому ничего и не знают. Я, к примеру, вспомнил, как-то была встреча была в Академгородке у меня в Новосибирске. Там дом учёных. Я ей говорю, вот вы эти вопросы задаёте, а сидят там, как говорят, высоколобые профессора, академики, зал. И вопросы задают. Я им отвечаю, говорю, видите, как вам легко всё даётся. Вопрос задали, ответ. Вопрос задали, ответ. А один встал и говорит из них, говорит, а вы не завидуете. Как мы бы легко получили, так легко и забудем. А вы копались в библиотеках, знаете, что за книга, кто автор. У вас сколько там зарубок-то? Где найти? А тут что? Ну вот так. Это тоже. И вдруг узнаёт, кто мои друзья, заходит. Он в друзьях же находится. И в один день, прямо как будто бы человека подменяют. Он начинает против меня там говорить и спасусь, я не спасусь. Это раньше, что было, а сейчас он против благовестия, неблаговестия, не работает. Ну, такую гонит. Ни одного слова правды нет. Ну, то есть, вылез, говорит, чертяка. И копыта, и хвост, и рога. Всё тут. Это не лукавый делает, не человек. Ничего не было. Хорошие были отношения. Всё. Но они их под каким видом встречи не может быть. Лицо не покажет. Этим занимаются. А что он больше? Да ничего нету. Всё прошло. Его сразу все вышеркнули в чёрный список и опять сидит. Кого бы ещё укусить. А теперь под разными другими именами тоже заходят и везде пакости оставляют. Ну, по стилю, по разговору стараются ошибки написать, чтобы по ошибкам определили, что он неграмотный, не узнали. Ну, я вчера только смотрел. Вот «Аватар». Спроси, что такое «Аватар»? Не знаю. Какой фильм ставили, как у американцев. «Ник». И вот «Аватары» и «Ники» открыли шлюзы для безумия. До этого никак нельзя в письмах писать. Там отпечатки пальцев узнавали. А сейчас ничего не надо. Каждый день меняют, цифры подставят. Какие это на деньги? Где нет? Ну, не ты лжец. Ну, апостол Павел-то нигде же себя не подменяет. А пророки с своими именами везде. А остальное – это ложь. Чтобы подозрение падало на другого, а не его. Ну, кто же делал это? Кто разбил сосуд? Это не мы. Это котенок под потолок прыгнул и разбил. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вот прощел ниже изложенное. И так все явственно представилось. А потому, что на место святого Николая сразу встал ваш образ. И невоображаемый, а настоящий. Ну, вот ко мне как относятся. Вот он это увидел, это Юрий Соболев. Кто не знает, я говорю, он в Красноярском работает в университете преподавателем, в академии государственной. И при метрополии преподает. На него нападает. А, вот он хвалит вас. Что хвалит? Он говорит, как есть. И какой похвальбы тут и нет. О священниках. Еще недавно в Грузии жил один из самых известных подвижников 20 века, архимандрит Гавриил Ульгебадзе. Знаменитый старец, ныне прославленный великий преподобных. Оставил по себе много благодарной памяти. И среди слов, которые люди запомнили, есть обращение к кропотникам. Тем, что вечно бурчат священники плохие, власть плохая, все плохое. Мамо Габриэле, то есть отец Гавриил, так отвечал им. Вы хотели бы, чтобы президентом у вас была цариса Тамара, а на приходе у вас служил Николай Чудотворец. Но вы-то сами кто? А еще мы бы хотели, чтобы врачом в поликлинике работал святой Пантелеимон, а на клиросе пел царь Давид или хотя бы Федор Шаляпин, а также спасибо Александру Сергеевичу, чтобы была я владыще своей морской, а рыбка была бы у меня на посылках. Но, простите, вы в зеркало глядели, а в совесть заглядывали? Со здравым смыслом советовались или хотя бы с отцом Гавриилом? Сами-то вы кто? Ну вот помечталось мне, что действительно на приходе, где прихожанинам служит святой Николай, мирликийский Чудотворец. Без сомнения, приход сразу набьется людям, как на та сеть, которую Петр забросил одесную корабля рыбой. За чудесами, за милостыней, за благодатной помощью набьется. И без внешней рекламы. Еще бы, у всех беда. Сын пьет, невестка гуляет, денег нет, муж работу потерял, у меня рак. Так что, все к Николаю. Он всем поможет. Но святитель Николай ведь не будет угодником. В смысле одного только угождения нам. Он, главным образом, Богу угождать будет и от нас того же потребует. Потребует ежевоскресного хождения к литургии. Чего доброго заведет полноценное всеночное бдение. В смысле, на всю ночь. А на рассвете литургия заставит поститься по уставу, а не так, как мы привыкли, с карасиками. По средам не едим. По пятницам тоже. Велит Псалтирь наизусть изучить памяты о знаменитой пощечине Арию. Можно предполагать, что иному вольнодумца святой Николая портрет, в кавычках, испортит. И вообще, все его неизбежно, все пламенное служение предстанет перед развращенным и ленивым нынешним христианским сообществом, как вызов мука, обречения, издевательства. Вот мне это все и говорят. Я говорю, пришел бы апостол Павел вот сейчас, ну и зашел бы в храм. Ой, Павел приехал. У меня стихотворение даже написано. Католики бы бритые тут к нему-то. Ну и он расправился бы с ними. Православные тут согнулись со своими бедами, с торговлей. Что бы он с ними сделал? Ну и сектанты, он вообще бы отхлестал их. Да я ведь к Николаю только за чудом. Вот только на пару минут. Мне за чудом. Сколько стоит-то? А так мне в Париж по делу срочно. Ты, Николай, дай-ка мне просимое. Да побыстрее. Да в душу не лезь. Чужая душа, сам знаешь, потемки. Ну и я пошел. Прощай, Николай. До скорого свидания. До следующей нужды. А он тебе стой, паршивец. А ну глянь мне в глаза. Ты что это вздумал? Храм в торговую лавку превращать. Добра хочешь? Помощи хочешь. А потрудиться для Христа хочешь? Долги раздать бедным, помочь. Ночью на молитву стать. Ну и так далее. Знаете, что потом будет? Вскоре, через месяц-другой, в патриархию полетят письма и телеграммы анонимных стукачей и официальных оскорбленных и униженных. Будут жаловаться на того, кому сегодня молятся. Еще бы он сегодня жил, а не в четвертом, если бы веки-то. Как пить дать? Будут говорить про Николая щенотворца. Грубый, изувер, служба длинная, строгая, непомерная. Дерется даже, ругается. Никакой любви. И так далее. А если бы на приходе у нас был священник Михаил Архангел? Храм был бы пуст. Все в ужасе и с чувством полной греховности разбежались бы кто куда. Остался бы только пепел у исповедального налоя. Пепел грешника, сгоревшего от стыда на исповеди после нескольких вопросов исповедующего Архангела. Одним словом, когда вам захочется поборчать о том, что все плохие, а только вы хороший-то, вы подумайте о том, что было бы, если бы реально главой государства был князь Владимир или Андрей Боголюбский, а на приходе у вас служил Иоанн Кронштадтский. Представьте все это в деталях. Ох, вы бы взвыли. Конкретно вы. А я бы посмеялся. Так что взгляните свежим взглядом на своих родных, таких знакомых и понятных батюшек, простых и грешных, как все. И обрадуйтесь. И благодарите Бога, что святых к святым послали. А к вам, грешникам-то, грешников, и успокойтесь. Это протеерей Андрея Ткачев. Оксана Бальдер. Уважаемый Игнатий Тихонович, у меня к вам большая просьба. Помолитесь за меня, рову Божию Ксению, в миру Оксаны. Господи, помоги, утешь. Мне 45 лет с заболеванием мозга и другие болезни, которые не лечат. На группе инвалидности живу с родителями. Очень и очень разочарованно в православии. Именно сейчас совсем не так, как в 1992-м и чуть позже. Совсем не так. Некому с бедой своей обратиться. Совсем я одна всегда. Да, помогите. Вы такой верующий человек. Благодарю, Беларусь. Сильно помощи требовали. Двое ребятишек, одна больная. И вот никак она не может. И рак мозга уже, и у другого тоже там. Церебральный паралич. Разузнали, оказывается, студент. Третьего курса медицинского университета. Парень. Ну, виноват. Я пошутил. Просят. Я отвечаю. Первая в Фессалоникийсам. Пятая глава, восемнадцатый стих. Я отвечать сам не стал. Я вижу, тут требуется другая помощь. Поэтому. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Евреям 13, 15. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. То есть плод уст, прославляющих имя Его. Иов 1, 21. И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Филипписан 4, 6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И сказала ему жена его, Иова 2, 9. Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели добрые мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Вчера суббота была. Вот я говорю, мы в субботу никуда, только свои дела здесь делаем. Общественную работу никуда здесь. Ну вот Виталий пришел, отдыхает. Я говорю, так а тут все. И Сергей работает, и выковырнуло его. Пришел. Вот я говорю, тут что надрали. Дерево там, доски, гнилье, надо разобрать, гвозди вытащить. Ну медленно-медленно все делает. Мне как баню начал. Володя топить, я первый иду. Помолился. Ребята зашли, а в предбанник и ласточка. В бане яйца там все заудея сгорело. А они перешли, видимо, эта же самая пара, предбанник. И парит. Я говорю, там сегодня дверь не открывайте. Я париться не стал даже, не стал. Лежу, нет, сидят в бане. Попарились, отдыхают. Это я отменю им. Ну не нравится строить себе баню. Тут ждут на очереди, уже в храм идти. Сидят спокойно. В бане же не ресторан. Вот никак у меня не получается с ними, что мирно-то быть-то, начиная торопить. Надежда Васильевна в баню идти надо. Тоже дома копается. Тоже занимается, что-то делает. Да все дела-то оставь. Выйди и смотри, когда выходит из бани. И нырни туда, да поскорее. Тоже там разные травмы начинают запаривать, а потом оставляют, как правило, и веник там гниет, лежит. Ну никак у меня мирно не получается. Вот он Юрий-то и увидал, что представил Вань, а потом богослужение вечернее, длинное. Богослужение некоторые никогда не ходят. Так постепенно воскресенье нет. Обязательно эти люди с ропотом. Вот они просто не ходят. У него ропот, кем-то недовольство. Не так, и все православие. Одни и те же самые слова говорят. А сам как? Да никак. Ну себя в зеркало просто взгляни проще. Габриэл. Вот это ответ наш. Ну мы уже глянуть. Там думал стираться. Да тебя ждут, я говорю. Виталий, вытряхнись оттуда. А вот придем со службы-то. Иди стирай сколько надо. Вода горячая стоит. Сколько не наблюдал, так и никто не пришел. То есть, ну делаю, как, дескать, я хочу. Ну опять же, никак. Тоже мы других приглашаем. У кого бани там нет или... Ну неприятно мне. И вот, показать наши ресурсы. Это вот мой мир. Я более всего его давно уже люблю. Очень удобно. Ну и православный футбол. Форум, большой 1600 тем. Вот. Ну и... Православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Ну тут, как сказать. Маленько тут есть. Смотрят где-то колодец. Прощание с отъезжающими. Нет, 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 нет просмотров. Даже невероятно. А утро-завтрак тут просмотры. А остальных даже и нет. Чужая жена, тесный колодец. 18 роликов сегодня поставил. Много у нас есть. Пожалуйста. Ну и... Православный библейский сайт. Здесь и книги, и все. И вот на этом. На сегодня пока все. Воскресенье в храм идти.